Проблемы введения в Россию оценки земельных участков на основе их кадастровой стоимости обсудили на расширенном совещании, которое прошло в бизнес-центре Тверь. В разговоре приняли участие представители региональной торгово-промышленной палаты, Росреестра, Федеральной налоговой службы, предпринимателей и других заинтересованных структур. Кадастровая стоимость земельных участков устанавливается по итогам проведения государственной оценки. В основном применяется для налогового обложения. Однако у предпринимателей в последнее время возникает все больше вопросов, так как за участки, на которых расположено их производство, им приходится платить все больше и больше. А дело в том, что величина кадастровой стоимости может меняться. Изменение кадастровой стоимости происходило на волне пика роста стоимости как таковой. Поэтому мы сейчас сталкиваемся с массой моментов, когда предприятия, организации, предприниматели выясняют, что теперь налогообложение, исходя из новой кадастровой стоимости, у них будет выше. Ответы на вопросы, как рассчитывать за кадастровая стоимость, можно ли ее скорректировать, и задавались на расширенном завещании, прошедшем в бизнес-центре Тверь. В разговоре приняли участие представители профильных государственных структур, предпринимательского корпуса, общественных организаций. Например, бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский. Всем им пришлось выслужить немало вопросов по поводу кадастровой стоимости. Один из типичных вопросов, почему у нас на один земельный участок, на котором картошка выращивается, одна цена, а на котором она хранится, другая. Ну это так, к слову, да. Есть предприятия, которые столкнулись с ними, говорят, понимаете, хорошие программы, вот мы ими пользуемся, региона, с точки зрения поддержки, получения, льготного кредитования, там, да, инфраструктуры. И с одной стороны нас поддерживают, с другой стороны, благодаря возросшей кадастровой стоимости, мы эти сэкономленные деньги пустим не на производство, а заплатим в том числе. Резюмируя итоги разговора, участники совещания отметили, что, конечно же, 100% пожеланий предпринимателей удовлетворить не получится. Однако немало моментов подкорректировать все же можно. Причем на это уйдут считанные недели, а то и меньше.